друзья всем привет в этом видосе покажу как я менял расположение валов то есть точнее менял вращение редукторов этого шестерочный семерочный какими нюансами столкнулся вот если интересно смотрите видос до конца никаких сварочных работ все по простому и все выглядит так как должно на мой взгляд должно это выглядеть ничего сложного нет повторить любой хитарюги вам отдельный огромный как вот тот болт висящий на стене приветище без вас скукотища на канале капец так что пишите ваши паршивые комментарии будем их все вместе читать все хоро ля-ля погнали продолжаем постройку мини трахторка рулевая вот это вывесил в одну сторону почему именно в эту потому что рулевая будет стоять с этой стороны рулевая колонка она шестерочная в данном случае нам возможно будет стоять семерочная с длинным валом я сам еще пока не знаю мужики только примеряюсь помним да что у семерки длинный вал уже стерки короткий вот и как только я сюда и не ставил в заводском исполнении не становится она не становится так как мне бы хотелось поэтому сейчас будем менять вращение а точнее переворачивать вал на другую сторону в интернете много видосов но я запилю свой у меня он будет простой без всяких без всякого там фанатизма сварочных работ и прочей лабуды все будет по простому берем и разворачиваем так но первым делом что надо надо разобрать редуктор вот я уже один разобрал тоже у меня шестерочный вот не не такой грязный будем так почище выбрал чтоб меньше сейчас заниматься этими вещами все достается отсюда вот выбил сальник вот этот который стоит вот здесь и сюда сюда нужно будет поставить глушку люди по всякому делают вот она девяточная ушечка с блока вас базовская да она чуть-чуть-чуть свободно входит да ее нужно немножко раздать пойдем сейчас покажу какие-то сделал так наковальня взял немного чего там валяется шаровый камазовский по моему если я не ошибаюсь вот в наковальню ставится глушечка вот таким образом и молотком аккуратненько раздается вот я уже одну сделал немножко ее расширил по кругу то есть так без фанатизма простукивал теперь она становится как бы не проваливается остается ее только забить забивать буду вот какой-то какой-то подходящий кусок металла внутрь становится вот и вот таким вот образом приглашаю туда на место чтобы она села слегка слегка мужики промажу так по краю герметиком без фанатизма так слегка забью и все она по ходу движения герметик станет там где ему нужно вот самый простой легкий вариант цена вопроса в автомагазине 1 лушка стоит 35 рублей вот как то так намазал герметиком ну как намазал так и намазал лишняя сейчас она срежется снимется здесь протрется и ставлю и забиваю все глушечку забил не до конца нет она зашла тут чуть-чуть час я лишнее протру и покажу вот так вот теперь это дело мужики выглядит лишнее протер все засадил ее слегка абсолютно слегка тут буквально миллиметрик вот вот этой вот выборки давление здесь никакого не нет чтобы там и выдавила главное чтобы она держалась все теперь ставим сейчас на место подшипничек кидаем вал и то есть собираю и подшипник сюда следующий этап это высверлить по центру отверстие вал у нас на 19 19 сверла у меня нет есть 20 коронка ищем центр я по крайней мере вот искал разметчиком вот таким очень помог в этом четко найти центр все высверливаем по крайней мере я высверливаю под 20 очку и так друзья поставил вам вот снизу подшипник сверху подшипничек и теперь прежде чем ставить вот эту обойму которая упорная да я не знаю как там правильно называется вот сюда сейчас поставлю сальник посмотрел я значит кто как делает самое простое это взять сальник нужного размера вот проехала на магазина 34 может даже и 5 и нашел я эти сальники в тракторном магазине нужного калибра нужного размера вот значит по наружи не знаю сейчас цифры будет видно 36 внутренний 19 толщина 7 миллиметров откуда он я не знаю я просто спросил нужен мужики размер вот ездил с этой обоймой со штангелем вот промерял все идеально просто идеально он садится сюда на 19 получается вал и забивается сюда на вот эту обойму 7 миллиметров как раз как раз как бы так достать не рассыпался сейчас покажу если становится подшипник вот таким вот образом да он чуть-чуть заходит там внутрь и от этого расстояния вообще шикарно хватает для сальника цена вопросов 75 рублей вот отсюда с этой стороны если его запрессовывать вот так вот то он немножко большеват поэтому запрессовывать буду вот таким образом сейчас проверял отлично кусочек трубы подходящий разрезал жал так чтобы она становилась вовнутрь запрессовывать буду в тесах никаких ударов все должно быть нежно а сейчас прочь в принципе вот на штатив поставлю и покажу так надеюсь будет видно мужики поэтому сильно не серчайте вот новенький сальничек делаем этот поровнее сторон а вот это все надеваю вот так вот его и немножко нас лица сюда так чтобы хорошо так зашел все и со стороны подшипника ставлю вот таким вот образом сейчас зажимаем если передал чуть-чуть проверяем сейчас теперь достать трубу отлично чуть кривенько стал труба не ровно срезана мы сейчас его поправим так как так как нужно главное что он уже и сидит так как надо все сейчас так ставлю по плоскости и чего-нибудь наставляю такую тупенькую отвертку беру и немножко его изнутри изнутри мужики поправляю слегка еще там где нужно без фанатизма нежно так ну вот в принципе в принципе и все сейчас сейчас покажу вот так друзья спокойно сюда запрессовался сальник вот нигде не завернула при этом очень 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 плотно все сейчас ставим это на место и дальше покажу вот ну перед тем как собрать вот эти прокладки которые здесь стояли вот и же и ставлю при тем как собрать сейчас по вот этой обойме намазываю герметиком шприца как я уже показывал да то есть вот так вот делаю такую прокладку именно по железу по металлу это для того чтобы масло если вдруг из-под вот этой обоймы с этой стороны чтобы она выходила через вот это отверстие все теперь он сейчас по плоскости прижмется герметик расползется тут сальник держит если туда разойдется ничего страшного нет будет такая прокладочка которая будет все это дело держать прижимать вот никаких проблем и аккуратный красивый редуктор получается все закручиваем ставим сейчас вал этот на место все ставим на место собираем так дальше продолжаем разобрал значит сальничек здесь вот в таком печальном состоянии поэтому достал и буду оставить новый сальничек сюда мужики уже ничего не бежал на это большой сальник маленькие мы их достаем помните да они нам не нужны даже если не хорошие и также ставлю глушку так продолжаю не значить переворачивать вал на семерошном редукторе вот соответственно все то же самое вся процедура с той стороны стоит ушечка здесь но 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 где тут на на верстаке такой бардачище сейчас соберу и надо вот здесь прибраться наверное только у меня такой бардак больше ни у кого вот это шайба прижимная единственная разница здесь здесь на семерочном просвели на коронкой на 22 потому что вал здесь 21 где сальник ходит 19 чтобы он пролазил на 22 шестерочном здесь идет шлицевая там 19 просвели на на 20 вот вот это одна разница другая разница какая помните да вот эту обойму которая ставится прижимает подшипник на шестерочном мужики редукторе вот здесь внутренние тридцать пять с половиной но тридцать шестой сальник делом у нас тут так вот он тридцать шестой по наружу почему-то говорю потому что мы по наружу внутренние 19 семерочка вот эта толщина туда залез с натягом хорошим но заскочил так вот вот этот сальник я думал обоймы то одинаковые что там а нет здесь вот это обойма вот здесь внутри ночка поменьше поменьше мужики здесь внутрянка тридцать два с половиной искал сальник по наружи тридцать третий в общем не нашел но нашел сальничек тридцать второй то есть вот он по наружи 32 внутренний также 19 и толщиной 6 миллиметров но сюда он как бы свободно проходит показательную рукой буквально тут не хватает вот эти вот полмиллиметрика чтобы он спокойненько сюда запрессовался побегал тоже по магазинам вот такой сальник в камазовском нашел стоит 250 рублей цена сумасшедшая конечно поэтому я его не купил поехал на рынок там где торгуют запчастями к мотоблоком и всеми остальными причандалами вот этот сальничек 50 рублей точно такой же один в один даже вот все вот эти надписи которые присутствуют по сравнению с камазовским один в один только в пять раз дешевле сейчас попробую показать снимать это не буду таким вот образом и еще чуть-чуть кривенько ну вот с этой стороны так все все сальничек немножечко вот он все видно будет слегка с этой стороны разошелся этого будет достаточно чтобы ему зацепиться не порвался где-то там все замечательно резинки точнее пружинки пока еще не ставил все теперь сейчас все это дело нужно сюда запрессовать запрессовывать буду вот ключик обратная сторона она как раз будет давить на края на края сальника вот и они еще чуть сожмут и будет то что нужно прям вот сейчас покажу так чуть-чуть маслица чуть-чуть чтобы он хорошо сел так как надо мне рукой не хочет ну задаем ему сейчас вот таким вот образом пошел все сидит на месте сейчас поправим его как надо на месте пружинка вот она от сальника потому что ему нужно будет растянуться пружинку одену потом смазываю сейчас маслом его внутри чуть-чуть вот здесь и потом только начинаю одевать предварительно вал от ржавчины от грязи болгаркой щеткой почистил гладенький все только так больше никак все налил масло сюда внутрь по сальнику вот и сейчас одеваю все сальник на месте а точнее вот эта обойма вместе с сальником и теперь остается и теперь остается мужики вот так отодвинуть подшипник придержать взять я не знаю что-нибудь тоненькую отверточку и накинуть пружинку на свое место все пружинка на месте и теперь остается только все это дело собрать то есть там попадаем тут одеваем вставляем все это назад эти прокладки и прижимаю соответственно уже вот этой предварительно так же намазав герметиком сейчас вот это все дело соберу протру опять же герметиком по обойме и все это дело зажимаю так прокладки все три стоят герметиком вот так вот по обойме и теперь вот эту так чуть-чуть протираем и прижимаем вот можно можно покрутить ее чтобы герметик разошелся равномерно вот а вот теперь когда он зажмется будет все замечательно все ну вот и все собрано лишний герметик даже вот повыходил вот здесь так что все будет шикардос вал крутится нормально нелегко не жестко то есть те же самые шайбы поставил что и были ну вот эти я имею ввиду прокладки все сейчас ставим ставлю вот этот вал маслом молотука еще разок смажу масленочкой сальник здесь поменял на новый потому что где он тут старенький в таком печальном состоянии что поменял все собирать собирать и мерить ну вот друзья на этом видос в принципе можно закончить валы перевернуты что семерочный что шестерочный редуктор вот теперь осталось сюда их адекватненько так разместить не знаю какой буду использовать но это уже в другой серии возможно придется перегнуть сошку возможно еще какие-то будут манипуляции а возможно останется все так как есть вот все выглядит симпатично красиво так как должно быть все всем пока с вами был Санек скоро увидимся субтитры 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 субтитры